26 марта в Москве подвели итоги третьего всероссийского конкурса для педагогов дошкольного образования имени Льва Выгодского. Его победителями стали 193 человека, в том числе два педагога из Армавира. Их работы выбрали из четырёх с половиной тысяч заявок. Два победителя – это очень хороший показатель, это высокие баллы, хорошие работы великолепные. И вообще этот конкурс, он выявляет, поддерживает и распространяет лучшие практики педагогические. Это очень здорово. Наталья Виноградова работает воспитателем детского сада номер 37 более 9 лет. Сейчас её подопечная – это группа компенсирующего направления. Последние три года она применяет пооперационные карты в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и решила поделиться с коллегами своими наработками. Конечно, для нас главной задачей была, чтобы поделиться нашей работой своим опытом с педагогами нашей страны и вообще края и города. Поэтому я думаю, что мы с этой целью справились, так как стали победителями данного конкурса. И думаю, что достаточно поработали. Педагог-психолог детского сада номер 52 отправила на конкурс проект детского клуба «Словичок» для непопулярных детей, с которыми Айгуль Сапелкина работает с 2015 года. С помощью игр она помогает малышам раскрыться и наладить контакт со сверстниками. В настоящее время детки бывают замкнутыми, агрессивными. И я вижу, что они хотят общаться, но у них не получается. И именно поэтому я учу их механизмам правильного общения. То есть, чтобы детки развивались в соответствии с возрастом, чтобы они любили общаться, чтобы они могли правильно выражать свои эмоции. Для меня это самое главное. Организатором конкурса выступил Рыбаков фонд. Он помогает создать профессиональное сообщество дошкольного образования и поддерживать перспективных педагогов. Победители получат стипендии и гранты для повышения квалификации и смогут посетить летнюю школу фонда в Москве. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ и Армавир.